Малая Академия Наук представляет Привет, наш дорогой зритель! Здравствуйте! С вами Школьное телевидение и ее ведущих Валерия Сигачева и Дмитрий Алюшников. Наша передача уже в течение полугода освещает самые яркие события, рассказывает самые интересные факты. Мы познакомили вас с разными видами спорта и примерили на себя новые профессии. Посетили много выставок и спектаклей и показали вам первые ролики наших ровесников. Ну а теперь программа Школьное телевидение. Вместе с вами готова выйти на каникулы! Сегодня в передаче вы увидите Школьное телевидение. Первый сезон. Как это было? Это интересно. Все о наших корреспондентах. В рубрике «Спорт». Не умеешь плавать? Научим. Афиша расскажет, как подготовиться к самому красочному празднику мира. Холли. Хочу быть в тренде. Профессия модельер. Лера, я сегодня в первый раз в качестве ведущего. Вот что нужно, чтобы у меня все вышло идеально? Во-первых, нужно быть самим собой. Во-вторых, нужно четко и ясно говорить. В этом тебе помогут скороговорки. В-третьих, не волнуйся, ведь нам помогают наши преподаватели. Учебный год подходит к концу не только в учебных заведениях нашего города, но и в передаче «Школьное телевидение». Только здесь, вместо годовых оценок, юные журналисты получили свидетельство о прохождении курса обучения. Вообще, очень хорошо совмещение образовательного учреждения и телевидения. То есть, образовательные учреждения, уже имея опыт работы с детьми, умея все это дело организовать, они направляют их в русло. И одно из этих течений – это наше телевидение, где мы, ребята, готовим тележурналистики. И большой плюс тому, что ребята уже профессионально ориентируются, и они в будущем, те, кто хочет себя связать с журналистикой, они находят все в нашем проекте «Школьное телевидение». За весь учебный год наши корреспонденты и ведущие вместе с преподавателями подготовили 14 передач. Мы освещали олимпиады, соревнования, профессии, интересные факты и были гидами в культурной жизни нашего города. Все эти сюжеты зрители видели со своих экранов, но что происходило на самих съемках и в студии, знают лишь сами корреспонденты. И Малая Академия Наук поможет тебе в этом деле? Когда я в первый раз пришла в Малую Академию Наук, я увидела хромакей. Как увидела я хромакей, так сразу влюбилась. Потому что всегда же интересно, когда снимают кино, когда их там, например, фотошопят или еще что-нибудь. Нет, здесь, конечно, не сложно. Здесь все так в упрощенном формате. Ну, не как на настоящей работе, а как-то перемешка с общением с друзьями. Нас поддерживают опытные педагоги, которые знают свое дело. И как бы все было очень легко, и не нужно было напрягаться, и было очень интересно. В дальнейшем я собираюсь поступать на журналистику, и мне кажется, это мне очень поможет. Я научилась работать с камерой, с оборудованием, брать интервью. Побывала в роли ведущей, и это очень хороший опыт. Мы выезжали на съемки, брали интервью, снимали сюжеты. Это действительно интересно. Общение с людьми, такое небольшое волнение перед тем, как сказать. Какой-то свою речь надо. И поэтому действительно здесь очень интересно оказалось работать. Эту бабочку прозвали рисовой бумагой. А все потому, что у нее полупрозрачные крылья. Что она сейчас? Пришла. Мы, получается, придумывали стендап прямо на ходу. Сначала я его не могла никак запомнить. Потом я его запомнила. Несколько раз переписывали, конечно, с первого раза. Никогда ничего не получается. В каждом разу все тяжелее и тяжелее. Сюжет «Хочу быть военной» был очень интересным и веселым. Я лазил по танку, держал автомат, стрелял из сигнальной ракетницы. Весь мир театр. Люди в нем актеры. И как говорил Виль. Родители оценили то, что сказали. Ну, хорошо держишься. Перед камерой умеешь говорить. С малых лет каждый из нас покоряет самые разные вершины. Для кого-то это шкаф, дерево во дворе или же крыши домов. Но со временем ты понимаешь, что пришло время покорять новые вершины. Первый раз был, когда мы ездили с преподавателем на сюжет по скалолазанию. И мои впечатления были трудно. Запомнить стендап, сказать его на камеру. И когда мы в конце снимали могилу, я, получается, пыталась залезть на стенд для скалолазания. И я с него срывалась раза три. Впереди второй сезон школьного телевидения. А значит, новая передача. Ну, а сейчас мы желаем всем успешного завершения учебного года. И, конечно же, ждем вас в Малой Академии Наук. Ирина Алзоева, Баир Базаров, Школьное телевидение. Вот мне вначале казалось, что журналистам быть просто. А на самом деле это очень нелегко. Конечно. Это ведь прежде всего работа над собой. Давайте узнаем, как развивались наши корреспонденты. И каких высот они добились. Всем привет. В этой предлетней рубрике мы подведем итоги. Вы увидите интересные моменты со съемок. И обязательно узнаете еще больше новых фактов. Всего вышло 14 передач. И столько же рубрик «Это интересно». За это время вы узнали историю нашего города в блоке «От Острога до столицы». Также открыли для себя интереснейшие факты из мира биологии. Истории, краеведения, математики и многое другое. А знаете ли вы, что телевизор очень популярен в Японии? Среднестатистический житель этой страны тратит на просмотр телевидения 9 часов в сутки. Я сделал нехитрый подсчет и выяснила, что на просмотр передач школьного телевидения вы потратили целых 7 часов. Бывало и такое, что наши корреспонденты увлекались рассказом в эфире. Они вполне могли бы обойти таких популярных ведущих, как Иван Ургант, Опра Уинфри и Гарик Мартиросян. Я дышусь. Так, связай свою жизнь. До 1967 года телевидение было черно-белым. Для телевизионных камер использовались красные фильтры. Поэтому красные оттенки на экране становились практически бесцветными. И для того, чтобы лица ведущих теленовостей смотрелись лучше, использовали румяные помады зеленого цвета. Живенько смотрелось, наверное. А наши ведущие отлично смотрятся и без таких цветных штрихов. Подписывайтесь на наши группы ВКонтакте и на наш канал «Школьное телевидение» на сайте YouTube. И в следующем учебном году, возможно, нам удастся обогнать какой-нибудь популярный сериал. С вами была рубрика «Это интересно» и ее ведущая Ольга Степанова. Да, нашим корреспондентам есть чем гордиться. Но самое главное, таких результатов может добиться каждый. Нужно лишь желание. И Малая Академия Нук поможет тебе в этом деле. В тележурналистике, как в спорте. Чем больше тренируешься, тем больше новых побед ты достигнешь. Один метр или три метра – это минимальная и максимальная глубина бассейна. Узнать, какая глубина твоя, ты можешь, записавшись на курсы в центре плавания. Плавание благотворно влияет на весь организм человека. Снимает стресс, дает заряд энергии и способствует формированию атлетичной фигуры. Также это единственный вид спорта, где равномерно развиваются все основные группы мышц. В наш центр плавания могут записаться дети, начиная с семилетнего возраста. Возраст, как таковой, у нас не ограничен, потому что в нашем центре могут заниматься как дети, так и взрослые. Группы существуют для детей, которые формируются на периодичность в течение восьми занятий. Это на месяц. И есть курс 24 занятия, он рассчитан на три месяца. Первый этап – это этап умения держаться на воде. Второй этап – это формирование навыка плавания. Поэтому наши дети, в зависимости от того, какой курс они выбирают, ту или поставленную задачу они решают. В любом случае, наш центр настроен на то, чтобы каждый, пришедший к нам, овладел навыком плавания. Плаванием лучше заниматься семи лет. Ребята начинают ходить в школу, они более осознанно начинают подходить к этому. И начинают понимать все команды, которые я им говорю. И выполняют упражнения теле. Ну, с собой бассейн нужно брать в купальный костюм, шапочка, очки, виходку, мыло, тапочки, полотенце. До 12 лет ребята ходят с родителями, после разрешается ходить им самим, без сопровождения родителей и взрослых. Ребята должны научиться не бояться воды, научиться держаться на воде. После мы изучаем с ними стиль кроли на груди, после стиля кроли на груди мы изучаем стиль кроли на спине, и после кроли на спине мы изучаем стиль браса. Но дальше мы совершенствуемся, совершенствуемся. Я хожу уже на плавание второй раз. Я ходила в другом городе на плавание, возле Москвы, и хожу сейчас. Я хочу стать здоровым и сильным, быстрым. Я хочу научиться плавать, чтобы куда-нибудь уехать, там тоже в бассейн плавать. Это обучает ребенка плавать и укрепляет мышцы, и это очень полезно для здоровья. В связи со скорым наступлением пляжного сезона, подготовьтесь к нему как следует. Запишитесь на курсы по плаванию, и тогда на море вам не будет равных. Казакова Ольга боит базаров школьное телевидение. За все выпуски передачи «Школьное телевидение» мы побывали на многих спектаклях и выставках. И в наш последний выпуск этого сезона мы хотим добавить еще больше ярких красок и позитива. Где и когда статует первый праздник Холли в этом году? Смотрим в афише. Буйство красок, безумное веселье и шквал положительных эмоций. Как вы думаете, что это? Правильно, это праздник Холли. Фестиваль красок родом из Индии. Таким образом там отмечают Новый год. Когда долгожданная весна вступает в свои права, индийцы обливают друг друга подкрашенной водой и посыпают цветным порошком. У индийцев есть такое поверье о том, что чем больше ты откидаешь своих друзей, и чем более ты будешь цветным, тем больше будет у тебя счастье, тем больше у тебя будет новых знакомств, тем более счастлив ты будешь в этом году. Красочное безумие захватило почти весь мир, и наш город не стал отвергать эту забавную традицию. Совсем скоро нашу Ланаде запестрит всеми цветами радуги. Осталось лишь запастись цветными снарядами. Краска абсолютно безопасна, она имеет свой сертификат качества и безопасности. Транспортируется она непосредственно из самой Индии и состоит из натуральных ингредиентов. Это травы, измельченные до порошка. Соответственно, кидаться красками не только весело, но и полезно. То есть вы заряжаетесь не только позитивом, но и витаминами. Холли – это отличная профилактика от простудных заболеваний, ведь травяной порошок оказывает лечебный эффект. Поэтому важно приобрести натуральную краску, ведь сегодня очень много подделок. Делать краску самостоятельно тоже не рекомендуется, это может нанести вред. Фестиваль красок Холли стартует уже 28 мая в 2 часа дня на площади Таркового центра «Пионер». Краску протестировали на себе Дударь Гонденова, Артем Шаханов. Школьное телевидение. Ребята, не забудьте одеть одежду, которую не жалко, ведь праздник Холли ее не пощадит, но зато подарит отличное настроение. Ради такого развлечения можно и замораться, и вообще, я бы придумал такую одежду, которую невозможно запачкать и порвать. Тогда тебе нужно стать модельером. Вещи ручной работы – это роскошь. Иметь их каждому не обязательно. Кто хочет их получить, либо платит мастеру за труд, либо делает их сам. Это высказывание знаменитой Коко Шанель, которая знает о моде все, и даже немного больше. И эти слова взяла на заметку наша героиня рубрики Юлия Молчанова. Эта коллекция была представлена на «Байкал Фэшн Вик» молодым дизайнером-модельером Юлией Молчановой. Модные показы, популярность, любимое дело и высокий доход пришли не сразу. Как и в любой профессии, для достижения своей цели Юлии понадобилось очень много времени и сил. В школьные годы она посещала в Доме творчества курсы кройки и шитья, а затем поступила в профильный колледж. Профессию я свою выбрала, наверное, еще с самого раннего детства, когда в три годика маме изрезала очень шикарную китайскую скатерть из китайского шелка. Вот, тогда уже, наверное, определилось мое будущее. Закончив учебу в республиканском многоуровневом колледже, она поступила в институт. Будучи студенткой, ей пришла идея создать свой собственный модный бренд. И на сегодня этот студенческий проект полностью реализован и успешно вошел в индустрии моды нашего города. А прообразом ее коллекции одежды стала ее первая самостоятельная работа. Первая серьезная работа, наверное, я считаю, что это мое выпускное платье, все-таки, которое я шила в ночь перед выпускной. Хотя ткань уже была куплена за много-много времени вперед. Вот, я считаю, что это самая-самая-самая главная работа. Чтобы носить гордое звание модельер, одного таланта мало. Надо развивать не только творческие способности, но и личностные качества. А также постоянно совершенствовать навыки, которые позволяют дизайнеру оставаться на волне моды и стиля. Такой специалист должен обладать трудолюбием и усидчивостью. Ведь большая часть работы проходит в компании швейного оборудования и рутинной ручной работы. Коммуникабельность необходима в каждой профессии. Модельер не исключение. А модельер должен иметь хороший глазомер, чтобы при первом же взгляде понимать, что и в каких параметрах подойдет заказчику. Воображение новаторских способностей также играет существенную роль. Диплом от и творческой профессии вы можете получить не только в высших учебных заведениях, но и в специализированных художественных училищах, колледжах и институтах моды. Хотя и обучиться дизайну одежды можно и на различных курсах кройки и шитья, в творческих центрах, а также в школах дизайна. Но одного образования для успеха недостаточно. Если вы хотите стать востребованным дизайнером одежды, нужно непрерывно развиваться, искать новые источники вдохновения, интересоваться не только современной модой, но и ее историей. И не бояться экспериментировать, ведь муза вдохновения может ждать тебя везде. В данном случае я всегда слушаю себя, слушаю свое настроение. Какая-то нотка вдохновения всегда бывает. Допустим, выехал на природу, посмотрел, как солнышко светит, там что-то еще природа сложилось, и какое-то платье из этого выходит. Бывает то, что слушаешь какую-то определенную мелодию музыку, и выходит потом впоследствии какое-то другое платье. Одевайтесь со вкусом и будьте в тренде. С вами была рубрика «Хочу быть» и ее ведущая Арина Цудипова. Ребята, еще немного и начнутся летние каникулы. Проведите это время с максимальной пользой. Постарайтесь каждый день узнавать что-то новое. Занимайтесь спортом, посещайте новые места, найдите любимое дело. Ну а передача «Школьное телевидение» не заканчивается. Смотрите нас в следующем сезоне. Вас ждут новые рубрики, новые ведущие и много интересных проектов. Будьте с нами. До новых встреч, хорошего настроения и веселого лета. Пока! А сейчас, ребята, запишите домашние задания. К следующему уроку напишите сочинение на тему «Мир без интернета». Какой он? Так, тише, тише, ребята. Светлана Дожидовна, а разве такое возможно? Тамарочка, я просто хочу, чтобы вы представили такую ситуацию. Да нет, такое невозможно. Так, все, записывайте и заканчиваем урок. КОНЕЦ 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 Ах, Тедди, как такое можно задавать детям? Ведь без интернета в наше время вообще прожить нельзя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Молодец. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok